Я в 44-м вернулся в Краснодарск, застал руины, в том город стал возрождаться, но никогда я чувствовал радость. А теперь я каждый днём всё больше и больше чувствую стыд. Стыд за город, который для меня родной. Теперь каждый день я вижу разрушение. Причём просыпаюсь с страхом, что увидишь, что первый сюрприз, который вообще, это уже не разрушение. Это просто бумление над городом. Вокзальная площадь, лицо города, его визитная карточка. И вот на историческом центре города, исторической площади города, вокзальной площади, охраняемой памяти, ставят обноски Лондона, карикатуры на лондонский небоскрёб. Причём ставят без специалистов. На первом архитектурном и правительственном совете, когда сказали, что там делать, странные вещи. Нарушили покрытие площади. Там благоустройство. И никто не решился сказать, что там собирается что-то строить. И лишь потом, когда вынесли на научно-методический совет при министерстве, развратил предложение, и когда все, безусловно, включая Куспака, это редкий случай, когда был архитект, даже он заражал, возразили против строительства, сказали, что это пародия. Всё-таки начали строить. То есть явное пренебрежение к общественному мнению. Такого наплевательства я никогда не ждал. Понимаете, мэрия преподносит сюрприз. Она нарушает элементарное чувство порядочности. Горжане, в конце концерта, должны знать, что делается с городом. Они неравнодушны жить здесь. И вот вдруг мы узнаем, что превращается в озолище нашу площадь вокзальную, когда будут приезжать сюда, привозить сюда, улегчать люди, и будут видеть, как город, который пытается на вокзале поставить свою визитную карточку, свое лицо показать, он показывает, что он низкопохлонствует перед Лондоном. Пародию небоскреб привозит. Причем композиция бездарная, безграмотная, профессиональная. Рядом с вертикальными зданиями, со шпилем, ставится другой, вертикальный, который закрывает лиц площадь на озеро, на главной улице, и на восприятие города, вокзала с приезжением к нему. Композиционно безграмотно. Но главное, это нарушение закона. Площадь, это охранная зона вокзала, памятник к архитектуре, она должна быть согласована на ее любое изменение. Это делается беззаконно, без совещания, без экспертизы, не поставив известность тайно. Как я говорил, первый совет в развитии света, даже не сказали, пошли на откровенный обман, чтобы люди не пунктовали, сказали, что это будет благоустройство. А потом узнаем, что не просто изменение, а какое-то глумление. Понимаете, уже становится привычным. Город преподносит гражданам с пирожкой. С посел Гуд, за набитный Шел Гуд. Рядом с Максимом. Не волнуйтесь, здесь был маленький, уютный. Один из небольших участков благоустроенный. Так не волнуйтесь, мы там сделаем подземное помещение на 10 метров, и все это будет аять. И что же, мы знаем, как затянулась эта история. Мы знали, как воевали с грунтовыми водами. И в конце концов, рядом с масштабным зданием, которое хорошо отписалось в отцепке города, появилась пирамида, разрушающая этот масштаб. И еще дополнение этого поставили на гигантские столбы грунт. То есть получилось, город, одно из лучших мест, которое... Да, здание Максима, оно не совпотребствует силу. Что-то южное. Здесь масштабный, он списался в совершающую застройку. Он органично вошел. Вот испортили. Хорошо сложившийся. А ведь сколько у нас неблагостроенных мест. Это не все. Если бы это было все. Самое главное наше набережное, это любимое место, это звучало. Когда опрашивают, что больше всего нравится, большинство говорят, что набережные. И что же? Набережные, таким все зеленые скверы, не подаст, не поставлено катастрою ничего. Они в любой момент могут быть уничтожены. И действительно, эти набережные, парк, скверы, 10 мест уже передаются под значимые места. 4, 8 для временных кафе, таких ларьков, которые там появятся, которых сейчас там много, и 2 для стационарных. Набережная, которая названа была набережной Победы. Потому что, я помню, возвратился в город в 44-м году, в октябре еще только освободились. И маленький эпизод. Голодали последний день. Но мы там выросли, вырожали 40 мешков картошки. Мы все оставили, чтобы скорее приехали в Терзеновск. Так и стремились. Вот мы увидели руины. И когда стали разбирать эти люди, и когда население стало создавать этот парк Победы. Само. В честь Победы. И вот теперь парк Победы. Это снести. Опять тайна. Не поставив известность рожан. Не посоветоваться с ним. Получается, что подобной войны мэрии с городом, я еще не видел. Да, я не вспоминаю вот этот парень о Масляковой. Но даже Масляков-то такое не пошел. Мне кажется, протестовосяне должны знать, что в очередной раз хотят нас провести сюрприз. Прекратите там безобразность. Прекратите. Обман. Говорят, что нельзя снять пристройку, которая всех раздражает. Потому что она обвалит сыном. И всякое специалисты ясно чпуха. Выясняется, что чпуха многие. Они сносят. Ложь. Ложь разоблачена. Никакого выгода. Фактически сейчас мэрия ведет себя как агрессивный дилетант. Поступает вопреки логике, вопреки желаниям горожанам. На прикорме этому желанию. Это просто плевок в Петрозаводске. Это просто очередное оскорбление граждан. Во всяком случае, то, что делается, и в какие ворота они везет. С цивилизованной градостроительной деятельностью, с цивилизованным, в чрезвычайном обществе такие вещи не прощаются. Приходите 30-го числа на Сторианический бульвар. И я считаю, что граждане должны сказать свое мнение. Потому что больше мириться с таким безнаплевательским отношением невозможно.